Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анастасия Борисова и переходим к выпуску. Рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Алтайском крае. Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен на 12,5%. При этом, как подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре, только за неделю зафиксировано почти 17 тысяч случаев. Чаще всего болеют дети, а вот грипп не выявлен. Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, помогающие снизить риск заболевания респираторными инфекциями. В частности, мыть руки, использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни. Специалисты рекомендуют при признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Больные не должны посещать рабочее место или организованный детский коллектив. Пункты вакцинации от COVID-19 работают во всех районах Алтайского края. Прививки от коронавируса ставят в 85 медицинских организациях. Развернуты и передвижные пункты для вакцинации жителей отдаленных сел. Насколько это востребовано, узнал Глеб Полянский. Больше 100 тысяч жителей Алтайского края уже прошли вакцинацию от COVID-19. Но чтобы эта процедура была доступна не только жителям крупных городов и райцентров, но и жителям маленьких сел, организована работа вот таких мобильных пунктов вакцинации. Поселок Лесная Поляна находится от районного центра в 23 километрах. Немного, но без собственного автомобиля добираться туда, чтобы получить вакцину, многим неудобно. Особенно пенсионерам. Поэтому в поселок по заявкам жителей и прибыл мобильный пункт. Пожилые люди идут на вакцинацию наиболее активно. У нас поселок маленький, тут позвонил одному, позвонили другим и все. И сами уже потом звонили, узнавали, спрашивали. Ко мне пришел дедушка, 93 года. Пришел с целью, что надо вакцинироваться. Просто что переживает за свою жизнь, хочет еще пожить, так сказать, жизни радуется. И все, ему поставили спокойную вакцину, и он себя прекрасно чувствует. Население поселка невелико. Всего 197 человек старше 18 лет. Некоторые уже вакцинировались в Первомайской центральной районной больнице. Сегодня на вакцинацию записались еще несколько десятков человек. Итого почти треть жителей Лесной Поляны уже получили вакцину от коронавируса. В необходимости вакцинироваться местные не сомневаются, а обслуживанием в мобильном пункте довольны. Приняли решение давно. Но ждали, ждали. Пришла машина и очень хорошо поставили. За два дня буквально организовали все это. В четверг он вечером пришел, сказал. Вот сегодня уже вот он у нас в этот пункт приехал. Людей набралось 40 человек. Вакцинацию делают хорошо, давление мерят. Все это самое. Я уже прошла вакцинацию. В понедельник на оперативном совещании губернатор Виктор Томенко подчеркнул, вся необходимая инфраструктура для вакцинирования в регионе развернута. Всего уже более 110 тысяч жителей Алтайского края приняли участие в вакцинации. Это 10% от запланированного объема. Значительная часть вакцинированных – люди старшего поколения. Из этих 105 тысяч по последним докладам я посмотрел люди, которым старше 70 лет, их 20 тысяч человек уже получили вакцину. Значит, более 4 тысяч – это те люди, которые старше 80 лет. И даже старше 90 лет у нас с вами около 150 примерно человек вакцинировались. То есть, с точки зрения последствий каких-то негативных, каких-то ситуаций и так далее, обострений или, не дай бог, еще каких-то больших сложностей, их нет. Про это надо говорить. Надо продолжать заниматься разъяснительной работой в этой части. Всего в Алтайский край уже поступило 135 тысяч доз вакцины. До сентября в регионе планируют вакцинировать больше миллиона человек. Глеб Полянский, Сергей Седых, Новости. Евгений Седых, Новости. И на этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня!